Благотворительность как благодарность. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Губкине, в канун 70-летия Победы получили поздравления и подарки от фонда поколения Андрея Скоча. Эта организация с особым вниманием относится к ветеранам. Подробности у Григория Миронова. Во время Второй мировой Павел Семенович воевал в Восточной Пруссии. Позже участвовал в боях под Берлином. Долгожданную победу встретил неподалеку от Праги. Радость неописуемая. Во-первых, уже кончились наши дела боевые. Кончился ранение, смерть. Мы были настолько рады, что все-таки остались живыми и здоровыми. В этом уже все кончилось. Когда была объявлена о капитуляции Германии, Валентина Яковлевна тоже была на чужбине. День Победы над фашистскими захватчиками отмечала со своими боевыми товарищами в столице Австрии. У нас радость была, конечно. Все там плясали, играли. А потом мы были в Вене, отмечали этот день. И там, значит, весело было. Знаю, с любовью ты безгалою прячешь плоток дорогой. Собравшихся участников Великой Отечественной от лица Андрея Скотча поздравил с грядущим праздником помощник депутата. Юрий Романов сердечно поблагодарил героев той далекой войны за их подвиги. За то, что, несмотря на все тяготы, они сумели отстоять свободу и независимость будущих поколений. Спасибо вам, ветераны, за то, что вы живы, за то, что вы являлись, всегда являетесь сегодня примером для подражания и нашего поколения, и поколения нашей молодежи, которая сегодня имеет счастье видеть вас, находиться с вами рядом. Спасибо и низкий вам покой. Прийти самостоятельно на встречу в этот день смогли лишь 50 человек. Всего же в Губкинском муниципальном округе проживает 176 участников Великой Отечественной. Все они получат поздравительные конверты от фонда поколения Андрея Скотча лично в руки. В честь празднования 70-летия Победы поддержка будет оказана каждому ветерану Белгородской области. Также фонд поможет всем советам ветеранов в организации и проведении праздничных торжеств. Григорий Миронов, Сергей Кириченко. Новости мира Белогоря.